Здравствуйте! Что-то тут не очень хорошо видно, но ладно. Тут, собственно, три типа дворов. Вот этот двор, который примыкает к проекту, который разрабатывала Алис проспектом. Дальше здесь второй двор, где пятиэтажки. Ну, здесь, собственно, 9 из 11. Здесь двор из пятиэтажек, который более-менее замкнут. И, как всегда, у нас есть проблема дворов с не сформированным пространством, а высотным. Ну, то есть это 12 или выше 18 этажей. Собственно, первый двор, который был образован двумя 920 этажками. Вот. Собственно, тут проблема очень большая-большая территория, которая никак не разграничена. И там не хватает функций. Вот. И также решение приватизации пространства более приватного и более общественного. То есть и приводовых территорий, которые могли бы отдаваться жителям первых этажей. И также по поводу транспорта, чтобы машина, когда заезжает во двор, снижала скорость. И ты мог беспрепятственно пройти на основные пешеходные трассы. Возможно было бы сделать сужение дороги и, соответственно, не нужно обходить машину, так как она не может здесь остановиться. А потом, позже будет слайд, где это будет проиллюстрировано. А также еще возможно вынесение звена гаражей возле придомовой территории, где можно оставить и не тащить его на свой 12-9 этаж. Вот. А также здесь тоже была проблема полупридомовой и междворовой территории возле детского сада, которая всегда тоже вечером не освещена. И там нету какой-то функции, которая может, допустим, работать и вечером. И поэтому предполагался проект небольшого центра, где могут обмениваться знаниями и бабушки, и дети. Ну и как бы он может работать внутри двора, не нужно быть походить. И площадки различного значения. Собственно, как он выглядит сейчас? Участники. Сужение дорожного прогресса. А нахождение... Сейчас в основном в домах заваривают мусор и проволок. Для этого нужно организовать площадки. Важное расположение по пути общественного транспорта. Общественного транспорта. Общественного транспорта. Как бы мог выглядеть... Ну, это еще проблема здесь в том, что Торец выходит, а там территория, которая зимой сейчас используется в качестве парковки. За то, что она никак не задействована, а там мог бы появиться объект с функциями. А что это за функция? А? Что за функция? В Европе термин называется комьюнити-центр. У нас зачастую, допустим, такую функцию на себя берут ЖЭСы, они при себе делают какие-то небольшие спортивные залы с занятиями. Мог бы появиться отдельный объект, который мог бы создавать активность для жителей. Например, как может разоржаться полотно и, получается, машина не может остановиться. Компьютер устал. Железо. Хорошо. Точно. Точно. Да. И для жилья сна можно пройти на следующую дорогу. Также еще хотела сказать, что у нас использование рельефа также на детских площадках, так как у нас оно зачастую используется только зимой. Вот. Но можно в дизайне использовать. Так. А второй двор, это были 12 этажей. Здравствуйте, тоже. Да, 12 этажей. В которых... Тут, наверное... Эй, кто просходит? А ты на то, как он клеишь. Посмотрите, как они такие. Дальше, дальше. Дальше, дальше, следующий. А, ну я могу здесь. Эй. Что ты делаешь? Так. Чё не трогай. Тут, в существующей ситуации, здесь проходила дорога, которая разбивала, собственно, всё дворовое пространство, и этот дом стоял на таком клочке земли. Я решила его убрать и создать, ну, пространство, которое могло бы использовать, ну, выходило внутрь всех трёх высоток. А для того, чтобы как-то визуально ещё замкнуть, использовать рельеф, переподнять, ну, чтобы оно такое, более кулуарное. А здесь, с между дворовых территорий, потерянных, выводится велодорожка, которая выходит в парк, и также создаётся какая-то набережная для... Потому что сейчас там, ну, по сути, ничего нет. Вот. И площадки для разных возрастов, для детей, где можно обновлять 12-этажек, что они в центре, и они безопасны, машин здесь не едет. Для более старших, вернее, для взрослых, для более старших, ну, и тут тоже. Ну, так. Собственно, как выглядит сейчас, здесь сняты. Площадки. Тоже мусор по пути к общественному тату. Здесь такие небольшие павильоны, которые находятся на транзитной аллее. Так, эти пятиэтажки, которые более-менее замкнуты. И тут, ну, не возникает таких больших проблем, как с 12-этажными домами, где вокруг одни проезды. Единственное, что здесь проблема, что подъезды выходят на территорию других дворов, и получается, дом разбит по разным дворовым пространствам. И также здесь тоже использование других территорий, которые разделены на участки и более-менее организованы. Тоже, как это выглядит сейчас. Пощадки различных типов. Белое пространство. И, ну, тоже, собственно, создание безбарьерной соединенности, не менее, с ограждением. А также визуальная идентификация подъезда, потому что сейчас этого нет для ориентации. Ну, вот, собственно, так. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...